Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Андрей Горгуленко. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Коротко о некоторых темах. На родину вернулись 17 самарских туристов, которые долгое время не могли вылететь в Россию за коронавирусом. Для них были организованы дополнительные рейсы. Родители с низкими доходами поддержат материально. В Самарской области начались выплаты семьям с детьми от 3 до 7 лет. Проголосовать за поправки в Конституцию можно будет по месту нахождения. Причем открепительного удостоверения для этого брать не нужно. Ситуация с распространением коронавируса в регионе стабилизировалась. Об этом заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Уровень заболеваемости в регионе на сегодня в три раза меньше, чем в среднем по стране. Это позволяет принимать решения по смягчению ограничений. С 22 июня разрешена работа всех магазинов и торговых центров при условии нахождения не более одного человека на 4 квадратных метрах торговой площади. При этом сохраняется строжайший контроль за соблюдением масочного режима. 17 июня разрешено не только спортсменам, но и всем гражданам заниматься на открытых спортивных объектах. Также жители Самарской области смогут забронировать места для проживания на туристических базах и базах отдыха. С 3 июля разрешено проведение экскурсий на свежем воздухе и экскурсионных судах. Насколько быстро будут сниматься дальнейшие ограничения, зависит от жителей региона, подчеркнул Дмитрий Азаров. Дорогие друзья, земляки, помогите мне своим бережным отношениям к собственному здоровью обосновать позицию о возможности дальнейшего снятия ограничений в обсуждениях с санитарными службами. Аргументы есть, но все они работают только при соблюдении жителями действующих правил. Простые правила. Масочный режим, социальная дистанция, правила личной гигиены. Очень важно, чтобы все это соблюдалось. Все мы должны сейчас отработать как одна команда. И тогда совсем скоро мы сможем снять все ограничения. Соблюдение масочного режима на строгом контроле городских властей и главы Самары Елены Лапушкиной. Ежедневно народные дружины проверяют, соблюдают ли самарцы социальную дистанцию и пользуются ли средствами индивидуальной защиты. Особое внимание набережные и паркам. Сегодня проверяли Парк Победы. Репортаж об этом мы покажем в следующих выпусках. 17 самарских туристов, которые не могли вернуться домой из Индии из-за пандемии COVID-19, а также мужчины, которые долгое время по той же причине не мог вылететь из Канады, прибыли на родину. Вернуться туристам помог депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. После его обращения к главе Минкомсвязи России Максуту Шадаеву были организованы дополнительные рейсы по вызову россиян. Все прибывшие туристы обязаны находиться на карантине. Это обязательное требование Роспотребнадзора. Мужчина, вернувшийся из Канады, сейчас прибывает в обсерваторе под Москвой. За сутки в Самарской области зарегистрировали 44 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Число заболевших в регионе достигло 4024. Такие данные в среду, 17 июня, опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. Еще 76 пациентов в регионе выздоровели. Всего с начала пандемии из больницы выписали 2018 человек. Один пациент скончался за прошедшие сутки. Число летальных исходов в регионе достигло 51. Оборудование, спасающее жизни. В Тольяттинскую городскую клиническую больницу номер 5, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, поступила установка для насыщения крови кислородом. Аппарат ЭКМА приобрели на средства областного бюджета. Его называют искусственными легкими. Когда органы дыхания сильно повреждены и аппараты ЭВЛ уже бессильны, это оборудование позволяет насытить кровь пациента кислородом с помощью специальных мембран. Такой аппарат второй в Самарской области. Первый работает в областной больнице Середавина. Для работы на этом оборудовании собирается бригада медиков, в которую входят сосудистые хирурги, пульмонологи, анестезиологи и ренематологи. В Самаре с помощью этого аппарата уже удалось сохранить несколько жизней. Мы рады, что такое оборудование у нас есть в больнице. И, безусловно, намерены провести учебу докторов, организовать действительно такую мультидисциплинарную бригаду и максимально быстро запустить данное оборудование в работу. Высокотехнологичная медицина в шаговой доступности для жителей центральных районов Самары. В помещении на улице Лева Толстого приступил к работе филиал современного медицинского центра. На открытии побывал Олег Зверев. Новые жизни старинного здания в центре Самары в помещении бывшего городского роддома номер один приступил к работе филиал медицинского комплекса «Матрешка Плаза». Торжественное открытие прошло в режиме видеоконференции, транслировалось в специальных аккаунтах центра в интернете. Мы будем продолжать те же традиции, что у нас уже развиты в «Матрешка Плаза» в Кировском районе, потому что наша компания имеет тоже интересную очень многолетнюю историю. Для жителей центральной части города открывается большой, крупный, комплексный медицинский центр. «Матрешка Плаза» – уникальный многопрофильный оздоровительный комплекс, сочетающий полувековые традиции и новейшие методики диагностики и лечения. Кабинеты филиала на улице Лева Толстого, 96, оснащены современным высокотехнологичным оборудованием. «Уникальный комплекс самых современных аппаратов для диагностики и лечения. Для диагностики – это УЗИ-аппараты экспертного класса, для эндоскопических исследований и также для лечения. Есть современный физиотерапевтический кабинет». В перечне услуг – консультации, диагностика и физиотерапии, ведение детей до 18 лет, медицинское сопровождение для всей семьи. Центр работает в две смены и рассчитан на 100 посещений за смену. Олег Зверев, Николай Епифанов, События. Семьи со скромным бюджетом получили от президента страны ежемесячные денежные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Материальная поддержка предназначена тем, чьи доходы на одного человека ниже прожиточного минимума. В Самарской области он составляет 10 814 рублей. Чтобы получить пособие, нужно обратиться в МФЦ. На какую сумму могут рассчитывать семьи с детьми, узнал наш корреспондент. Мать-одиночка Юлия Ежова воспитывает четверых детей. Старшему Ивану 13, младшая Екатерине 4 года. Юлия работает в детском военно-спортивном клубе. Во время пандемии оказалась не у дел, но в начале июня пришла помощь от государства. В общей сложности Юлия получила денежные пособия на сумму 114 тысяч рублей. Средств хватило на покупку одежды для детей и ремонт квартиры. Я уже получила все выплаты, которые обещал и наш президент Владимир Владимирович, за что ему большое спасибо, и Азаров, наш губернатор. Это очень значимая, ощутимая поддержка материальная для семей с детьми, особенно мне, как многодетной маме, в разводе. Во время пандемии семьи с детьми получили сразу несколько видов поддержки. Это и единовременные выплаты от президента в размере 10 тысяч рублей, и по 5 тысяч рублей от губернатора. А теперь еще и третьи пособия семьям, у которых низкие доходы. По 5 тысяч 357 рублей на каждого ребенка от 3 до 7 лет. При этом ранее назначенные региональные выплаты сохранены в полном объеме. Эта выплата будет в течение 2020 года заявителям, которые к нам обратятся с января по декабрь включительно. По 31 декабря эта выплата уже произведена с января 2020 года по июнь включительно. Многие семьи уже получили такую выплату. Чтобы получить выплату, достаточно подать заявление на портале госуслуг или принести его в управление соцзащиты населения по месту жительства. В течение 20 рабочих дней семье сообщат, имеет ли она право на пособие. Не было прецедентов, чтобы собирали сведения из других ведомств, вот так масштабно. Но тем не менее, работу необходимую провели. Для того, чтобы из других ведомств получать информацию, мы временно подключились к типовому облачному решению федерального уровня. Мы за счет этого решения получаем сведения с единого портала государственных услуг и межведомственную информацию, необходимую для принятия решения. Выплаты уже получили более 25 тысяч детей. Общая сумма социальной поддержки составила свыше 777 миллионов рублей. Олег Зверев, Сергей Кизоркин, Григорий Плешаков. События. 1 июля по всей России пройдет голосование по поправкам в Конституцию. Чтобы как можно больше самарцев смогли выполнить свой гражданский долг, во всех офисах МФЦ начали принимать заявления о выборе места голосования. Сделать это можно и онлайн. Мария Левина разбиралась в процедуре. Алексей Рыбаков зарегистрирован в Шанталинском районе, а проживает в Самаре. В преддверии общероссийского голосования за внесение поправок в Конституцию решил позаботиться о том, чтобы выполнить свой гражданский долг, не выезжая при этом за пределы города. Не ездить по месту регистрации. В данный момент это удобнее и быстрее. В связи с устранением коронавирусной инфекции не хотелось бы лишний раз к родственникам ездить. Не надо ехать 200 километров, образно говоря, перейти дорогу и проголосовать. Подать заявление и выбрать место, где удобнее проголосовать, можно в любом офисе МФЦ. Для этого нужно прийти на прием лично, либо обратиться через портал Госуслуг. Специалисты направляют заявку в территориальные избирательные комиссии. За неделю услугой уже успели воспользоваться полсотни человек. В этот раз мы организовали рабочий день воскресенья и будет приниматься только по этой услуге. Соответственно, даже 21 числа можно прийти и получить эту услугу. В электронном виде это можно подать через сайт Госуслуг. То есть зайти под своим аккаунтом и, соответственно, выбрать избирательный участок, на него нажать и открепиться, и прикрепиться туда, куда вы хотите. Чтобы получить услугу в одном из офисов МФЦ, при себе необходимо иметь паспорт. Заявление принимают до 21 июня включительно. Мария Левина, Максим Гусев, События. Далее, коротко о других событиях дня. В Самарской области одну из первых получила новый препарат отечественного производства для лечения больных коронавирусом – Авифавир. Лекарство уже поступило в городскую больницу номер 5 в Тольятти по поручению главы региона Дмитрия Азарова. Препарат прошел все необходимые клинические испытания и имеет доказанную эффективность. В ближайшее время его будут назначать пациентам. Ожидается улучшение тяжелых форм заболевания, если пациент своевременно начнет лечение. Авифавир позволит уменьшить количество осложнений, пневмонии и летальных исходов. Распределение мест в дошкольные учреждения Самары на 2020-2021 учебный год планируют начать 25 июня. Об этом сообщили в городском департаменте образования. Родители просят проверить данные, указанные в заявлении на портале образовательных услуг. В случае обнаружения неточности и утративших силу сведений, необходимо обратиться в МФЦ для внесения необходимых изменений. Распределение пройдет поэтапно в автоматизированном порядке с учетом льгот для зачисления ребенка, желаемой даты его зачисления и возраста по состоянию на 1 сентября. Сегодня жители Самары смогли увидеть и сфотографировать буксировку боевого корабля по Волге в районе Красной Глинки. На кадре запечатлен МРК класса рекоморья проекта 21631 «Буян-М» разработки Зеленодольского проектно-конструкторского бюро. Эти корабли, вооруженные знаменитыми ракетами «Калибр», сейчас активно строятся в Татарстане по заказу военно-морского флота России. В Самаре идет поэтапное открытие пристани. С сегодняшнего дня можно будет добраться на теплоходе до Шелехметья. Ежедневно будет организовано по два рейца с отправлением из Самары – 8.15 и 16.00. На час позже суда выйдут в обратном направлении. Уже курсируют теплоходы до Прорана и Рождественно, а также в село Ширяево. Другие направления водного транспорта пока не открыты. Самарский филиал Третьяковки распахнет свои двери в ближайшее время. Сейчас в помещении продолжается ремонт, но уже до конца этого года планируется открыть представительство в здании на улице Фрунзе. Там будут читать лекции и показывать фильмы. Полноценный филиал Третьяковки в здании фабрики кухни в Самаре появится лишь в 2022 году. Ранее этому помещению был присвоен статус объекта культурного наследия федерального значения. В Самарской области появится образовательное учреждение нового формата – IT-клуб. Воспитанники будут изучать программирование, учиться создавать виртуальную реальность и предлагать свои мобильные разработки. За каждым направлением будет закреплено конкретное промышленное предприятие. А пока свои проекты «Самарские вундеркинды» ученики технопарка «Кванториум» презентуют на выпускном экзамене. Что молодые люди готовы предложить к внедрению на мировые рынки, расскажет Лариса Шлафаст. Воспитанники технопарка «Кванториум» презентуют свои проекты. Защита проходит в режиме онлайн. Команды из Самары и Тольятти представляют на суд экспертов результаты своей работы. Благодаря реализации нацпроекта «Образование» у ребят есть возможность воплощать идеи в сильных проектных командах. В этом году на финальную защиту вышло около 50 проектов. 30 из них уже с настоящими прототипами или серийными образцами. Каждый проект уникален, каждый проект несет в себе что-то новое, того, что еще в принципе никогда не было. Вот в данный момент ребята презентуют модель управления солнечной батареей, которая может повысить энергоэффективность установки до 60%. «Кванториум» – это площадки, оснащенные высокотехнологичным оборудованием, где дети учатся по принципу «от теории сразу к практике». Деятельность «Кванториума» направлена на популяризацию технических специальностей, развитие навыков самообразования. Занятия в детских технопарках бесплатны для всех обучающихся в возрасте от 12 до 18 лет. Свежие идеи, свежие умы и, возможно, их, опять же, идеи, которые они представляют, они станут разработками какими-то, да. То есть, опять же, люди, которые защищаются, они же еще, скорее всего, нигде не работают, правильно? Это все позволяет им найти работу быстрее и применить их знания. В этом году в регионе открыты два десятка мини-технопарков. В планах в ближайшее время запустить работу IT-клуба – образовательного учреждения нового формата. Воспитанники будут изучать программирование, учиться создавать виртуальную реальность. Обучающие программы представят крупнейшие компании-разработчики. Лариса Шлафаст, События. Отдыхать на воде можно с пользой, знакомясь с уникальными местами родного края и открывая неизвестные ранее туристические маршруты. Поможет в этом стартовавший в Самарской области проект «Поехали». Он включает в себя теплоходные прогулки, автобусные и пешие экскурсии. Программу оценила Мария Левина. Рев мотора, теплое солнце и красавица Волга. В Самаре открылись небольшие прогулочные маршруты на теплоходах. Граждане поспешили воспользоваться возможностью. На борту необходимо соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и надевать маски. Эти меры безопасности сейчас необходимы, и туристов они не пугают. В минувшие выходные на экскурсии за Волгу отправились больше 200 человек. Из-за эпидемиологической ситуации туроператоры предсказывают повышенный спрос на внутренний туризм. Поэтому для самарских путешественников приготовили много альтернатив. В их число входят и теплоходные прогулки. Не стоит волноваться здесь и о безопасности. Например, выход такого судна на Волгу возможен только при условии, что на борту будет находиться не более 60 человек. Это 50% от общего количества мест. Самарская Лука, Голубое озеро, Царев Курган. Направлений для отдыха в пределах региона немало. Для самарцев, у которых нет возможности путешествовать на машине или нет желания самим планировать поездку, Департамент туризма областного министерства культуры при поддержке правительства Самарской области запустил туристический проект «Поехали». Жители во время речных прогулок, пеших и автобусных экскурсий будут знакомить с достопримечательностями края. Показывать культурные и природные богатства. А также открывать новые туристические маршруты. Например, круиз по реке Самарка, сопровождаемый подробным рассказом, наполненным интересными историческими фактами. Наша задача именно туристической компании показать не только то, что уже доступно и дать там, может быть, какие-то толчки новому развитию вот этих маршрутов, а то, что люди сами, например, не могут посмотреть. Вот как раз на это и рассчитано, еще раз повторяю, эта программа «Поехали» с большим комплексом вот таких вот направлений. Самое популярное направление речных мини-круизов сейчас – село Ширяево. Идти до него всего час, зато уже по пути открывается Волжское раздолье. Новинка этого сезона – тематические вечеринки на теплоходах для взрослых и малышей с разделением корабля на разные зоны и привлечением профессионального ведущего. Не теряют популярности и спокойные прогулки вдоль городского побережья. На дно из них побывали и мы, и остались довольны. Речная прогулка от 6-го причала до Барбошной поляны заняла у нас 2 часа. Это масса впечатлений, бодрящие брызги Волги и потрясающие самарские пейзажи. Мария Левина, Николай Сидоров. События. Акция «Изо-изоляция» в соцсетях завоевала популярность во всем мире. Люди повторяют сюжеты картин мировых шедевров живописи. Самарский художественный музей, который славится золотой коллекцией полотен, провел свой онлайн-флешмоб – сюжеты нашего музея. К нему сразу же присоединились и актеры драматического театра. Не забыли ли артисты за время самоизоляции, что такое искусство, перевоплощение узнала Мария Левина. Ирина Чеботаева – актриса молодая в труппе самарской драмы относительно недавно. Но за время самоизоляции успела соскучиться по сцене, коллегам и по игре. Поэтому с радостью приняла участие в проекте художественного музея. Самарцы повторяли сюжеты картин из коллекции музея и выкладывали свои фотографии в социальные сети под хэштегом «Сюжеты нашего музея». Ирина и ее коллега по цеху актер Владимир Марякин сделали косплей на полотно Владимира Маковского перед объяснением. Это был очень интересный опыт для меня как для актрисы, потому что с Владимиром Марякиным и с фотографом Владимиром Суховым мы попытались передать атмосферу, чувства и эмоции, которые царят в картине Маковского перед объяснением. Это была очень тонкая и чувствительная работа. Воссоздать максимально похожий на оригинал образ артистам помогли костюмеры, гримеры и реквизиторы. К творческой работе вся команда театра подошла серьезно. Важен был каждый штрих. Совместно с музеем мы устроили вот такую акцию под названием «Изоизоляция». В экспозиции музея висят картины. Они предложили часть картин, и мы подобрали актеров похожих. Их, по-моему, было всего девять. Планируем ли мы еще? Да с удовольствием, потому что уже хочется давно поработать. Артисты воплотили в жизнь для проекта «Изоизоляция» три картины Маковского, а также женский портрет, выполненный Верой Граве, и портрет купца Кузнецова Василия Перова. Пользователи социальных сетей могут оценить схожесть актеров с оригиналом с помощью интернет-голосования. Мария Левина, События. Пятничный матч «Крылья Советов Ахмат» будет посвящен врачам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Дружина Меодрага Божевича будет бороться за прописку в элитном дивизионе с прямым конкурентом из нижней части турнирной таблицы. Игра состоится на Самаро-арене после трехмесячного перерыва. Она пройдет в особом формате. За сражением будут наблюдать около 4000 болельщиков. Это 10% от общей вместимости стадиона. Подробности в репортаже Анатолия Головко. Футбольный матч на Самаро-арене должен стать своего рода символом возвращения к нормальной жизни после режима жестких ограничений. Поединок крылья Советов Ахмат, как и все остальные игры 23-го тура первенства России по футболу, посвящен врачам, которые борются с новой коронавирусной инфекцией. Клубы РПЛ приглашают медиков и волонтеров на трибуны и организуют различные акции в их поддержку. Волжская команда уже подготовила несколько флэш-мобов под девизом «Спасибо врачам». Мы надеемся, что все будет хорошо, что мы отработаем, как должно быть. И все будут живы, здоровы и получат только массу хороших впечатлений от хорошего футбола. Ну и, естественно, крылья Советов победят. Подопечные Меодрага Божевича выйдут на газон стадиона в специальных футболках с благодарственными надписями. Поддерживать крылья Советов в матче с Ахматом будут не только поклонники команды, но и музыканты из шоу-барабанщиков. Матч на Самаро-Арене пройдет в пятницу, 19 июня. Стартовый свисток прозвучит в 19.00. Владельцам сезонных абонементов необходимо обменять пропуска на билеты нового образца. Это можно сделать сегодня и завтра в кассах стадиона «Металлург» с 9.00 до 20.00. Анатолий Головко, События. Три месяца возвращения своих тренировок ждали и другие профессиональные спортсмены Самарской области. Сейчас им можно вновь оттачивать свои навыки в крытых комплексах. Елена Малютина расскажет, какие меры предосторожности предпринимаются и как проходят тренировки после длительного перерыва. Все спортсмены регулярно сдают тесты на ковид, а на входе в крытый спортивный комплекс дезинфицируют руки и измеряют температуру. Фехтовальщик Кирилл Бородичев до пандемии коронавируса был на пике подготовки к участию в Олимпийских играх. Но вирус внес свои коррективы в планы. Кирилл говорит, ему еще повезло, он живет в частном секторе, поэтому мог тренироваться у себя во дворе. Кроме того, поддерживал спортивную форму вместе с коллегами через трансляции по Zoom и ждал момента, когда уже можно будет пофиктовать с партнером. Приятно работать в зале, чем на улице, на солнце. Также бегали кроссы на набережной, когда можно было. Попросили очень дороги, побегали. Находили какие-то возможные варианты, где можно было потренироваться. Но не отдыхали, так скажем. Пока не было отпуска, потому что находились в таком непонятном состоянии, не знали, что будет дальше. И приходилось поддерживать форму. Тренер по фехтованию Элина Орлова говорит, поддерживать форме спортсменов в режиме онлайн непросто. Поэтому очные тренировки, как глоток свежего воздуха. Фехтование – парный вид спорта. Одному выпады не отработать. Сейчас спортсмены готовятся к сбору сборной страны по фехтованию, который запланирован на 1 июля. Это выход для тех, кто не может вообще тренироваться, собственно, сейчас в связи с этой пандемией. Конечно, онлайн – это выход. Но их, конечно, эти тренировки никак по эффективности нельзя сравнить с вот такими очными тренировками. Тем более нашего вида спорта, он у нас контактный. Это единоборство. Тут без противника очень трудно работать. Заниматься спортом в залах могут только игроки сборных команд Самарской области и Российской Федерации, которые проходят подготовку на этапах совершенствования спортивного мастерства, а также профессиональных клубов. В связи с решением РФС начинаются игры регулярного чемпионата по футболу. 19-го состоится первая игра «Крылья Советов». И, если обратили внимание, разрешены в том числе профессиональные соревнования. Сразу хочу обратить внимание. Никакие общественные массовые спортивные соревнования с культурными мероприятиями не разрешены. То есть мы говорим здесь конкретно про «Крылья Советов». Ждем болельщиков на первой игре с ограничением и с соблюдением требований у вас спрос потребного отзора. Поддерживать себя в форуме могут не только спортсмены, но и простые жители Самары. Им разрешено тренироваться только на свежем воздухе. Елена Малютина. События. На этом наш выпуск завершен. Мы рады вам сообщить, что число просмотров нашей программы на Ютьюбе превысило 24 миллиона. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал. Оставайтесь дома и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин